Рязанская каменная мостовая показала пример своей богатой истории. Участники Рязанской археологической экспедиции рассказывают, что булыжное мощение активно использовали в Рязани до середины 20 века. Мы находимся с вами на улице Свободы, которая во времена Губернского города называлась улицей Владимирской. И на архивных фотоснимках времена Губернского города эта мостовая отлично видна. Вся площадь улицы была замощена крупным булыжником, кругляком, как его называли в старину, или шашкой, как называли колотый камень, которым также мостили. Археологи считают, что впоследствии важно подробно рассмотреть и изучить структуру мощения улицы Свободы. Это даст информацию о конкретных способах и приемах укладки камня при благоустройстве Рязани того времени. Данный участок мостовой скрыт под асфальтом, который, видимо, был уложен в середине второй половины 20 века, впервые уложен. До 1940-х годов, как у меня имеется информация, город продолжали мастить камнем. Первый асфальт был положен в конце 40-х годов 20-го столетия. Археологи также располагают информацию об одной из старейших рязанских мостовых. Она также имела булыжное мощение. Мне известно, что одна из первых мостовых была уложена на территории современной площади Ленина, в ранней площади Хлебной, в 1821 году. Соответственно, по аналогии, можно предполагать, что и это каменное мощение было впервые создано во второй половине 19 века или в начале 20-го столетия. Члены Рязанской археологической экспедиции полагают, что методы, которыми мастели улицы в 20 веке, можно будет использовать при укладке новых мостовых для привлечения туристов, как в историческом центре Рязани, так и в области. Алиса Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».